Бич сегодняшнего времени – чувствительная кожа. Однажды, просыпаясь утром, женщина чувствует себя уставшей, чувствует себя немного отечной, становится кожа суше, появляется такая жалость к себе, морщины улыбки, которые на самом деле очень милы. И говорят как раз о положительном мимическом восприятии окружающей среды. Взять в складку кожный покров и посмотреть, как быстро расправляется эта складка. Если за секунду – все хорошо, здорово. Клетка кожи реагировала одинаково и в 30, и в 70. Буквально так и говорят. Что-то мне не нравится моя носогубка, пойду сделаю. Идут делать носогубку. А это, в общем, ни о чем само по себе. После того, как мы восстановили боковой овал лица, количество препаратов в носогубную складку значительно уменьшается. На сегодняшний день есть достаточное количество более современных, щадящих, процедур аппаратных. Если появляется непреодолимое желание съесть сладкого, это в первую очередь говорит о том, что есть склонность к гипоксии. Здравствуйте, друзья! Я очень рада этим выпуском открыть новый сезон на нашем канале. На канале для женщин, про женщин, где собираются действительно топовые специалисты. И сегодня я встречаюсь с Юлией Дьяченко. И говорить мы будем о красоте. А точнее об архитектуре молодости и красоты. И я уверена, что вы даже многое запишите. Это настолько кардинально меняет вообще наш взгляд на уход, на подбор процедур, на вообще всю программу антиэйдж. Это именно то, что сегодня высокоэкспертно и самое-самое актуальное. Это то, что нам поможет с возрастом. Нет, нам никто не обещает, что мы с возрастом будем моложе. Но красивее мы точно можем быть. Юлия Дьяченко – врач-косметолог, дерматовенеролог, заведующая отделением косметологии и дерматовенерологии Тори Клиник, научный руководитель учебного центра Тори Клиник Мед, член Международного экспертного совета Галдерма Швейцария, постоянный докладчик ведущих российских и международных форумов по эстетической медицине, автор более ста статей в российской и международной научной прессе. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. А вы когда-нибудь скрывали свой возраст, интересно? Было такое? Ну, хотя бы, не знаю, 5-10 лет назад. Нет. По причине того, что возраст – это ведь просто цифра, а ведь практически большинство из нас в голове 20. Возраст – это не только цифра, это, на самом деле, мне кажется, испытание, особенно для женщины, испытание, столкнуться со своим каким-то следующим возрастным этапом, с этими изменениями. Вы знаете, американцы проводили давным-давно такой интересный тест. На улице у не специалистов, не дерматологов, не косметологов, не врачей, в принципе, спрашивали, как люди оценивают возраст своего собеседника. И в первую очередь все назвали качество кожи. То есть мимические морщины – это хорошо. Хорошо, потому что есть положительные мимические паттерны, есть отрицательные мимические паттерны, которые, в принципе, линии тонкие, располагаясь на лице нашего собеседника, мы понимаем, считываем его, как бы, картинку мира, его характер. Его характер, то есть не столько возраст, да, сколько характер. Характер скорее, да, то есть как человек относится к этому миру. Качество кожи мы оцениваем в первую очередь по ее эластичности, по ровности. Что такое ровность? Это состояние самого поверхностного рогового слоя, как отражается свет. Было интересно, потому что если бы спросили меня на улице, либо моих коллег, конечно, мы бы перечислили все признаки, начиная от, так сказать, изменений на уровне черепа, заканчивая, конечно, кожным покровом, перемещение подкожно-жировой клетчатки, складки, нарушение овала лица. И с этой точки зрения восприятие не специалиста гораздо более отражает картину. Что значит сегодня 45+, выглядит мода, свежо и хорошо вообще? Мы, конечно же, когда приходит пациент впервые, обязательно оцениваем несколько органов и систем, которые оказывают влияние на самый большой орган в нашем организме, на кожный покров. И вот та самая анатомия старения, которая уже известна на сегодняшний день, хорошо изучена из точки зрения механизмов развития, из точки зрения клинических проявлений, она говорит нам о том, что в первую очередь хороший уровень гормонального фона, что такое гормональный фон? Это железы внутренней секреции, гипофиз, гипоталамус, щитовидная железа, надпочечники, яичники. У женщин яички, у мужчин. Во вторую очередь, не менее важно, это состояние гипоксии. Анемия – это диагноз, когда уже в общем анализе крови гемоглобин достаточно снижен. И в этот момент, так как общий анализ крови, он показывает состояние организма на момент взятия крови. И в этот момент последнее, о чем будет думать организм, это о том, как омолодиться, как отреагировать на какой-то новый чудодейственный крем либо волшебную инъекцию коллагеностимулирующую. И ни о какой молодости тогда не приходится говорить, вначале нужно решить эту проблему. Третий пункт, конечно, это состояние желудочно-кишечного тракта. И у вас был потрясающий гость, доктор Вялов, если вдруг кто-то еще не посмотрел ваши программы, обязательно нужно это сделать, потому что очень доступно, хорошими и простыми словами он рассказывал о том, что происходит у нас в желудочно-кишечном тракте. Его называют вторым мозгом. Не просто так, да, не потому что он значительно иннервирован по сравнению с другими органами и системами, а в том числе и потому, что те процессы, которые у нас происходят в желудочно-кишечном тракте, очень часто это основа здоровья кожи. Ведь многие дерматологические состояния, они связаны в том числе с патологией кишечника. Хотела бы отметить, что как раз возрастные изменения, они больше связаны с функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта, то есть мало ферментов. Поэтому без гастроэнтеролога не обойтись. То есть для того, чтобы выглядеть молодо снаружи, нужно быть молодой внутри? В первую очередь, да. И гинекологи, эндокринологи, эндокринологи на сегодняшний день вводят такой термин, как субклинические состояния. То есть мы не видим пока развитого заболевания, у нас нет яростных симптомов. Но однажды, просыпаясь утром, женщина чувствует себя уставшей, чувствует себя немного отечной, становится кожа суше. Да, появляется такая жалость к себе, плаксивость, либо наоборот раздражительность. Не хочется ничего делать. Ну понятно, что объективных причин для этого тоже может быть достаточно. Но тем не менее, вот такие субклинические состояния, они гораздо легче подвергаются все-таки терапии, чем уже прям болезнь. Я очень хочу каждую из этих тем, то, что вы сказали, рассмотреть чуть подробнее. Но вначале хочу, чтобы мы сейчас проговорили о том самом, не знаю, об архитектуре старения, о анатомии старения. Что это в себя включает и что это значит? Анатомия старения изучена буквально по слоям. Вот если мы пойдем снизу вверх, как строится дом, начиная от костей черепа и заканчивая кожным покровом. Мы увидим, благодаря, опять-таки, многочисленным исследованиям, потому что наука косметология, она одна из самых быстро развивающихся наук. Такого прогресса, как за последние чуть больше 20 лет, именно в изучении, в возможностях, огромный арсенал различных препаратов медицинских, которые появились, вряд ли переживала хоть одна медицинская дисциплина. Было показано, что есть несколько зон, в которых происходит уменьшение плотности костной ткани. Глазница, область верхней трети носогубной складки, я не буду говорить анатомические названия, давайте прямо вот по клинике. По бытовому. По бытовому. Точка, где начинается так называемая брыля, на самом деле здесь крепится связка, и уровень скулового отростка. Это уровень кости. Выводом из этого исследования было, что нам необходимо, например, используя препараты на основе гиалуроновой кислоты, так называемый филлер, очень многие боятся слова контурная пластика, потому что думают, что это как-то связано с хирургическим вмешательством. Слово пластика в данном контексте означает введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты как заполнителя, то есть возвращение потерянного объема. Мы сейчас с вами не говорим про какой-то супер-гипер, конечно же, адекватные пациенты, адекватные доктора, все хотят оставаться в рамках естественности и своего лица. Следующий уровень – глубокая подкожно-жировая клетчатка. И интересно, что глубокая, она склонна к уменьшению в объеме с возрастом. А вот поверхностная, которая идет у нас четвертым слоем, мы сейчас на втором, она будет перемещаться. Третий слой – мышцы. Мимические мышцы относятся вообще абсолютно к уникальному образованию в нашем организме. Есть парные, есть непарные. И мимические мышцы имеют одну точку крепления к кости. И очень часто она как раз коррелирует, связанная с той зоной костной резорции, уменьшение плотности костной ткани, про которую мы говорили. А вторым концом вплетаются в кожу. Именно поэтому у нас есть морщинки вокруг глаз, у нас есть так называемые морщины улыбки, которые на самом деле очень милые. И говорят как раз о положительном мимическом восприятии окружающей среды. Мимические мышцы стареют по-другому. Мы всегда думаем, что старение – это атрофия, то есть это уменьшение объема, это уменьшение функции. Потрясающий французский исследователь Лилуарн, Клод Лилуарн, он провел опять-таки МРТ-исследование, огромное количество по своим пациентам и показал, как мимическая мышца в определенных зонах превращается в плотный участок, который не может сокращаться. Назвал он это пучки маркера старения. И профилактическое использование в данных определенных зонах, мы знаем про них, в данных определенных зонах препаратов, например, инъекционных, позволяет нам не допустить такого развития событий в достаточно долгосрочной перспективе. То есть там нужно наоборот релаксанты какие-то? Каплю. Гомеопатическое количество. Но действительно вот эта теория профилактики старения и использования тех же самых препаратов на основе нейропротеина в минимальных дозировках, в определенных зонах, которые соотносятся вот с этими пучками, маркерами старения, она в свое время стала такой революционной, потому что ведь мы привыкли, у нас есть симптом, мы его устраняем. Профилактика всегда более здоровое и адекватное отношение к своему, в том числе, внешнему виду. Ну и результат, наверное, профилактика может давать другой. Другой, конечно. О чем она отличается? Мы дольше остаемся более упругими, у нас отсутствуют вот эти вот, если мы говорим про мышцы, так называемые пучки маркера старения в определенных зонах. Лилуарн делал это исследование в том числе для хирургов. И так как многие хирурги пластические используют такую технику, как липофилинг, то есть восполнение зон потери объема своей собственной подкожно-жировой клетчаткой. То было показано как раз, что в зонах изменения плотности костной ткани и в зонах под пучками, маркерами старения и следует вводить подкожно-жировую клетчатку, проводить липофилинг, для того, чтобы восстановить то лицо, которое пациент показывает на фотографии в молодости. Есть даже такой термин, мы недавно обсуждали с пластическим хирургом, было интервью, которое вызвало огромное количество комментариев, то есть человек без возраста, именно благодаря такому подходу. Это мы второй слой прошли с вами. Вообще расположение подкожно-жировой клетчатки на лице, это такая карта, по которой можно буквально, как только пациент входит в кабинет, определить, какая процедура будет первой, какая процедура принесет сразу так называемый вау-эффект, какая процедура сделает нашего пациента более свежим. Светотерапия. Согласитесь, это не первое, о чем мы думаем, когда выбираем какие-то маложивающие процедуры в клинике, и вот здесь сразу отстали от трендов. Свет запускает в нашей коже такие процессы, которые не запускают ни лазеры, ни микротоки. Свет – это оздоровление кожи на клеточном уровне. Что об этом нужно знать? Вновь отправляюсь за рекомендациями к нашему топ-бьюти-эксперту Алексею Великому. Алексей Великий – основатель, совладелец сети клиник инновационной косметологии Ген-87, основатель инвестиционного фонда Helio-4, инвестирующего в биотехнологические стартапы в России. Один из трендсекторов российской бьюти-индустрии с 15-летним стажем, преподаватель Moscow Business School. Гелио-4 – это процедура абсолютно новой философии, когда мы убираем плохие клетки и стимулируем выработку хороших. В основе методики Гелио-4 лежит технология фотодинамической терапии. Есть активное вещество, фотосенсибилизатор, которое проникает в ткани и видит плохие клетки с севшими батарейками. И за счет белковых связей оно их отмечает и маркирует. Дальше светит свет от источника света, если просто говорить, мощная лампа, но за которой стоит очень много высокотехнологических разработок. И она запускает каскад химических реакций. Старые клетки отмирают, новые клетки появляются, размножаются. Какие показания, какой эффект мы получим? Если говорить о процедуре однократной, сразу после первой процедуры, пациент будет видеть уау-эффект, как будто он 4 часа был в спа, кожа будет отдохнувшей, как персик. Но самый большой потенциал, который нам обязательно нужно раскрыть, это, конечно же, после курса. И в результате любые другие процедуры, которые будут делаться после, результат будет более стойкий, процентов на 30, и более выраженной. Потому что здесь и сейчас сделать просто инъекцию, это как косметический ремонт. Внутри структура неправильная. Ведь любое омоложение это деление клеток. В результате технология ГЕЛИО-4 это революция в мире эстетической медицины. Это технология клеточного детокса, которая выводит омоложение на качественно новый уровень. То есть это фундамент красоты. Мы убираем все плохие клетки с севшими батарейками. Они же митохондриями. И запускаем процесс здорового и качественного омоложения. Как усилить этот результат от ГЕЛИО-4? Как его сохранить в долгую? Опять же, поскольку ГЕЛИО-4 для меня и для моей команды это философия, нам важно, чтобы пациент видел результат, даже когда он находится не у нас. Именно поэтому для этого были разработаны домашние средства. И мы ввели вообще новую концепцию в домашнем уходе. То есть нанося средства и утром, и вечером перед тем, как пациент выходит из дома, оно ловит свет, но только уже немножечко в других масштабах. Свет от лампы, свет солнечный. И те процессы, которые мы запустили в клинике, они будут усиливаться. И к следующему разу, к следующему визиту его результат еще будет более стойкий и еще более выраженный. В этом инновация. Очень интересные исследования, которые с анатомической точки зрения показали нам, где экватор. И разделили личико, мы говорим сейчас про поверхностную жировую клетчатку, на два овала так называемых. Внутренний овал лица, и здесь все наши жалобы. Вот тут наши носогубные складки, губоподбородочные, так называемые щечно-скуловые и боковой овал лица. И экватор проходит ровно по связкам, которые крепятся к надкоснице, вплетаются в кожный покров. И поэтому очень часто нет необходимости заполнять носогубные складки. Мы говорили с вами, даже у деток маленьких есть носогубные складки. Потому что есть необходимость именно воздействия, влияние, сокращение объема в области бокового овала лица. И опять-таки это не значит излишний объем. Техника введения даже филлеров на основе гиалуроновой кислоты в области бокового овала лица, она лифтинговая. Она не заполняющая, а именно лифтинговая. И таким образом мы восстанавливаем опять-таки расположение связок, которые с возрастом из горизонтального положения переходят в вертикальное. И возвращаем на место жировую клетчатку. Ну окей, мне подруга недавно спрашивает, звонит и спрашивает, скажи мне, ты же все знаешь, RF-лифтинг хорошая процедура. Я так выдохнула и говорю, ты знаешь, ну хорошая процедура, но если ты не соблюдаешь питание, если у тебя очень много углеводов в питании, если ты все время мороженое сладкое, если у тебя нет регулярного посещения даже салона красоты, не говоря уже о клинике, это просто выброшенные деньги. И никакого результата не будет. Так вот, вот зная то, чем вы сейчас сказали, вот для женщин, что им очень важно понимать, когда женщина задумывается о долговременном эффекте, вот таком эйдж-лесс. В первую очередь хотела бы сказать, что нет чудодейственных процедур, нет какой-то одной разработки, которая поможет всем одинаково и надолго. Всю косметологию, считаю, можно разделить на два вида стресса. Стресс для организма, собственно, и он может быть негативный и может быть позитивный. Негативный связан с любыми аппаратными техниками и методиками, с химическими пилингами, которые проводят эстетисты, потому что мы наносим травму и ждем, что кожа сама заживет. Стимулируем? Собственные ресурсы. Собственные ресурсы. Мы всегда рассчитываем на собственные ресурсы. Позитивный стресс, когда мы добавляем что-то, мы даем клетке кожи, фибробласту, какую-то еду, например, коллаген, либо полинуклеотиды, либо аминокислоты, либо гиалуроновую кислоту с какими-то добавками. Это инъекции, это нутриенты, это уходовые средства, маски и прочие истории. Все согласно. Ваш список абсолютно покрывает все нужды для того, чтобы помочь. Не просто ожидать результат, а именно помочь. Самое важное следить за здоровьем. Гинеколог, эндокринолог, дерматолог по необходимости, доктор эстетической медицины. Конечно же, при наличии каких-либо симптомов гастроэнтеролог, это самые большие друзья доктора-дерматолога. В друзьях у доктора-дерматолога также есть еще лор-врачи. Вот вроде бы странно, да, зачем нам лор-врачи? Действительно. А дело в том, что состояние ротоглотки, лор и стоматологи. Наличие какой-то инфекции, например, частые ангины, хронический танзелит. Это, кстати, одно из противопоказаний к введению филеров. Поэтому в список анализов, которые я прошу принести мне моих пациентов, входит в том числе показатель, который говорит о том, нет ли такой хронической патологии миндалин, да, какие-то еще особенности. И, конечно, стоматологи. И со стоматологами наша любовь не закончится, потому что есть состояние врожденное, изменение расположения верхней и нижней челюсти. И, конечно, мягкие ткани, да, они будут отражать все, что расположено под ними. С возрастом все наши с вами стоматологические вопросы сводятся опять-таки к зонам костной, к уменьшению плотности костной ткани. И они затрагивают суставы. Это норма, поэтому современная стоматология, она позволяет восстановить прикус, восстановить высоту зубов. Это больно, дорого и долго. Это правда. Яна, я как человек полтора года находящийся на подобном лечении, очень благодарна, конечно, своим коллегам, докторам, но я понимаю тех пациентов, которые говорят, я не пойду, я не буду этого делать. Поэтому давайте воспользуемся возможностями эстетической медицины. Это правда. Но одно без другого действительно, ну, должны об этом знать. Это тоже имеет непосредственное отношение к анатомии старения, к тому, как будет меняться наше лицо с возрастом. И если со стоматологической всей истории там есть незаполненные какие-то части, да, нет имплантов, то это все будет прогрессировать просто с возрастом, это понятно, да. Поэтому мы говорим с вами о том, что в первую очередь следим за своим здоровьем, и второе, не используем весь тот арсенал новинок и рекомендаций без консультации доктора. бич бич сегодняшнего времени чувствительная кожа. Нарушение чувствительности связанное с нарушением барьера. То есть все то, что мы наносим, возможно, агрессивные какие-то средства для умывания, когда в этом нет необходимости, когда мы используем какие-то маски, которые не подходят нам по типу кожи, когда мы пользуемся какими-то очень агрессивными кремами, включающими в себя кислоты, ретинол, витамин А. В неположенное так сказать для них время и ситуации мы нарушаем кожный барьер. Он создан для того, чтобы наша кожа была здоровой. А мы вроде бы как хотим здоровье принести, но на самом деле делаем все наоборот. почему мы так часто говорим о витаминах? для современного человека ведь это возможность реже вспоминать о лекарствах, а для современной женщины и выглядеть всегда хорошо, быть в ресурсе и поддерживать платы своего здоровья. Есть добавки, в необходимости которых мы с вами уже не сомневаемся. Например, рыбий жир – источник полиненасыщенных омега-3 жирных кислот. Заметить недостаток омега-3 можно, если у вас, например, появились воспаления или сухость кожи, выпадение волос, расслоение ногтей, проблемы с циклом у женщин, а со стороны нервной системы это быстрая утомляемость, раздражительность, ухудшение памяти и объективно, если вы не едите 3-4 раза в неделю морепродукты и жирную рыбу. Если же омега-3 в норме, то организм лучше справляется со стрессом, быстрее работает голова, замедляются процессы старения и выглядите совершенно по-другому. Ведь организм использует омега-3 для строительства клеточных мембран, а значит новых качественных клеток во всех тканях, что отражается на том, как вы выглядите и как вы себя чувствуете. Омега-3 в капсулах одна из немногих биологически активных добавок с доказанным наукой действием, например, от витамил, объединившая в себе доступность и качество. В одной капсуле 1000 мг качественного рыбьего жира и 300 мг омега-3 принимать нужно по 3-4 капсулы в день. Я выбрала сразу набор из омега и коллагена. Они отлично дополняют друг друга. Омега дает полезные жиры, а коллаген белок и аминокислоты, важные для эластичности и регенерации кожи. Коллаген наша подвижность и красота. Его нужно принимать в виде добавок, если в вашем рационе не хватает белка и вы замечаете потерю упругости кожи, ускорение возрастных изменений и проблему с гибкостью и подвижностью суставов. Коллаген дает организму необходимый набор аминокислот, которые отправляются на восстановление всех соединительных тканей, суставов, связок, хрящей, кожи и так далее и на выработку собственного коллагена. Коллаген в капсулах от Витамил дополнительно обогащен гиалуроновой кислотой и витамином С. Бренд Витамил стал популярным буквально за 2 года благодаря их основной идее – качественные и доступные добавки для всей семьи. Они выбирают лучшие производственные площадки в России. Каждый продукт имеет свидетельство о государственной регистрации, выданной Роспотребнадзором. Проходит строгий контроль качества и необходимые сертификации. Витамины Витамил легко заказать с бесплатной доставкой на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Ссылки вы найдете в описании к этому видео. Все-таки действительно мы говорим о таких глобальных изменениях. Я помню эти процедуры, какие-то термаж, это было все очень как-то модно, ботокс это было модно и так далее, плазма лифтинг. Что аут, как знаете, как в моде, тренды, которые ушли и тренды, которые сейчас окей. Самый важный тренд, мы с него собственно и начали, это качество кожи, это ее упругость. Кстати, также в домашних условиях можно протестировать, взять в складку кожу в области нижнего века, это отдельная зона, потому что здесь кожа более тонкая, более склонна к истончению, атрофичным изменениям, поэтому взять в складку кожный покров и посмотреть, как быстро расправляется эта складка. Если за секунду, все хорошо, здорово. Если остается складочка, значит, есть необходимость в помощи. И вторая зона, где кожа менее фиксирована, то есть в области угла нижней челюсти, оттянуть так называемый диапазон движения ткани. И в этой зоне мы видим как раз необходимость к первой группе препаратов, которые сейчас, ну, наверное, занимают все-таки самую-самую серьезную нишу по научной базе. Как раз именно антиэйдж. Это коллаген стимуляторы. Что такое коллаген стимуляторы? Это химические вещества, которые мы вводим под кожу, и они сокращают кожу, улучшают ее качество, она становится более ровной, более эластичной, и мы не даем никакого объема в этой зоне. Наоборот, мы ее подтягиваем. Самые главные слова это лифтинг и хорошее качество кожи, то есть упругость, равномерность. Исследования проводились гистологические, клинические. Взяли две группы. Первая группа молодого возраста 30+, вторая группа старшего возраста буквально там 70+. И выбрали две зоны. Первая зона была внутренняя поверхность предплечья, где солнышко попадает, да, то есть у нас фотостарение, оно ухудшает возрастные изменения. А вторая зона была ягодичная, где солнце никогда не касалось. И вводили препараты, и затем брали малюсенькую биопсию и смотрели, что происходит. Так вот, резюме. Результатом этого исследования оказалось, что клетка кожи фибробласт самый главный игрок на нашей сцене, клетка кожи реагировала одинаково и в 30, и в 70. То есть она способна откликаться на стимуляцию, но клетка кожи способна отвечать на наше воздействие в любом возрасте. поэтому если кто-то из моих пациентов говорит о том, что мне поздно, с медицинской точки зрения я не могу согласиться. С точки зрения психологической здесь скорее выбор человека, который основан на каких-то личных моментах. То, что вы рассказали сейчас о возможностях клетки фибробласта, это просто лучшая новость дня. Что еще, какие тренды сейчас? Тренды на естественность, тренды на собственную внешность, тренды, как, наверное, в психологии, на принятие себя, не на переделку. Поэтому индивидуальная архитектоника лица, которую мы соблюдаем, конечно, у нас есть типы возрастных изменений. Инна Ивановна Кальгуненко, 1974 год, то есть это тоже такая классификация, которая... Типы старения имеются в виду, гравитационные, морщинистые. Это более известно, наверное, нашей аудитории. Насколько это имеет место быть сейчас? Имеет место быть просто как констатация факта. Потому что, ну и что? Ну, ты свой тип, ну и что дальше? Да, собственно, он не отражает физиологию, он говорит о картинке, которую мы видим, да? А про причину он не скажет. Самым успешным, так сказать, самым благоприятным считается усталый тип старения. В каком смысле успешный? Это тот тип старения, который мы можем меньшими усилиями поддержать, полечить и привести как бы к исходному состоянию, к исходной картинке, которую, например, принесет наш пациент свою фотографию. Я всегда прошу принести фотографию, где человек себе больше всего нравится. Какой давности интересно? Скольки летней давности нужно такую фотографию принести? Вы знаете, это тоже очень хороший тест, потому что, если девушка 50 лет приносит фотографию в 16, нам есть о чем поговорить, что завышенные ожидания относительно даже эстетической медицины, это не всегда успешный путь, а завышенные ожидания бывают. Представляю, я думаю, что тогда в вашей компании докторов должен появиться психотерапевт. Яна, абсолютно согласна, потому что, мне кажется, психотерапевт должен ходить с каждым из нас рядом. Должна отметить на моей практике самые красивые женщины, самые требовательные к себе. Если мы говорим о трендах в смысле процедур, каких-то методик, какие вы можете выделить? Ну вот топ-5, первое, это коллаген-стимуляторы, инъекционные. Вторая, в том числе необходимости, это введение нейропротеина, потому что, когда мы обсуждали с вами мышечный уровень, мы не обсудили, почему у нас нарушается овал лица. Подкожная мышца шеи, она идет от ключиц до скул. Она очень тоненькая, платизма, и очень сильная. И очень часто именно мышца является первичной в механизме нарушения овала лица. Именно мышца шеи? Мышца шеи, да. И использование такой техники, как нефертити лифтинг, красивое название, отражает, собственно, результат, который мы увидим. Более четкий овал лица за счет того, что мы убираем движение мышцы вниз. Мы ее не блокируем. Это важно упомянуть, и пациенту важно понимать. Мы убираем вот это движение вниз с помощью инъекций нейропротеина. То, что у неспециалистов носит общее название ботокс, это название торговые препараты. Группа препаратов называется нейропротеины, и их достаточно большое количество сейчас. Так вот, второе место нейропротеины, потому что дозируя по-разному, выбирая зоны для введения, можно и профилактику проводить, и терапию, лечение. Третья группа, давайте перейдем к аппаратным, потому что вот ваша подруга спрашивала про РФ-лифтинг. Он ведь бывает очень разный. Он бывает с иголочками, игольчатый РФ, бывает без, да, чистый прогрев. Кому какой показан. Если мы хотим больше справиться с деформационным типом старения, мы возьмем большой аппарат, да, мы возьмем большую мощность, мы проведем одну процедуру и попросим нашего пациента через 3-4 месяца прийти к нам на осмотр, чтобы оценить результат. Вместе с РФ-ом к лифтинговым технологиям нужно отнести ультразвуковой лифтинг, да, это будет место номер 4. Это Альтера. Альтера, Альтера это родоначальник, Фотона, наверное, да, Фотона, Ультраформер, Да, Дуабла, то есть такие аппараты, которые способны проходить сквозь кожу, не нарушая целостность кожного покрова и фокусироваться на определенной глубине. Здесь очень важно понимать, на какой глубине они фокусируются, потому что наша цель мышца. Мы хотим сократить мышцу, а вторым уровнем мы хотим сократить связки. И тоже процесс медленный, процесс немоментальный, нельзя минус 20 лет за получасовую процедуру. Они просто требуют в дальнейшем некоторого времени для того, чтобы появился эффект улучшения овала лица, при поднятии, например, уменьшения носогубных складок, при поднятии скуловой зоны. Если мы себе еще помогать будем, например, будем принимать коллаген, хорошей, качественной, либо аминокислоты, если мы рассчитаем свою норму белка в сутки, которая составляет 1,2-1,5 грамм на килограмм массы тела и будем ее потреблять, тогда у нас будет строительный материал для того, чтобы клетки его использовали. Коллаген стимулятор, нейропротеин, РФ ультразвуковой лифтинг и вот мы никогда не уйдем от грамотной контурной пластики. Вот как. Филеры на основе гиалуроновой кислоты это самая безопасная группа препаратов, которые есть на сегодняшний день. Мы говорим только про приличных производителей. Это Швейцария, Япония, Германия. Мы не будем бренды назвать. Они разные. Просто дело в том, что на сегодняшний день больше двухсот названий. И каждый год кто-то появляется, кто-то уходит. Поэтому я очень прошу наших слушателей, сегодня зрителей, хочу сделать акцент на том, что очень важно знать, какой препарат был вам введен. Я прошу своих пациентов фотографировать, делать папочку «Моя красота» в своем телефоне. И нельзя не знать, что было введено, неважно, была это биоревитализация, так называемая, либо это нейропротеин, либо тем более контурная пластика. Контурная пластика, она призвана вернуть потерянный объем. И это такая вишенка на торте. Ведь многие действительно назначают сами себе, что мне нужна контурная пластика, и буквально так и говорят, что-то мне не нравится моя носогубка, пойду сделаю. Идут делать носогубку. А это в общем ни о чем само по себе. Яна, носогубка, самый последний момент. Филеры на основе гиалуроновой кислоты обладают разной степенью плотности. И в зависимости от уровня введения, вот мы говорили с вами, начиная от костей черепа и заканчивая кожей, мы берем разные по плотности препараты. Для того, чтобы подтянуть связки и уточнить овал лица, нам необходимо более плотные препараты и совсем чуть-чуть, очень небольшое количество. После того, как мы восстановили боковой овал лица, количество препаратов носогубную складку значительно уменьшается. Если мы говорим об антитрендах, какие самые главные можете выделить? Ну, не делайте этого, это устарело, как в моде есть, так и антитренды. Именно в эстетической медицине мы попробовали всяко разно. Были различные компоненты человеческих тканей, плаценты, были препараты на основе собственных тромбоцитов, плазмотерапия, были химические различные компоненты. и вот к абсолютно точным антитрендам на сегодня можно отнести, знаете, как я бы сказала, неиндивидуальный подход к препарату. И здесь у каждого будет свой антитренд. Кому-то абсолютно не показаны плацентарные препараты, тем более, что, честно говоря, доказательной базы у них не так много. и я, например, в своей практике избегаю. Поэтому для меня это антитренд. Кому-то не показана будет чудесная плазмотерапия, потому что у него недостаточное количество тромбоцитов. И не получится при центрифугировании один миллион, который как раз активен. Это очень важно. Нам не показаны препараты, которые не рассасываются в тканях, которые не деградируют самостоятельно под влиянием своих ферментов. Это не просто антитренд, это вред. Такие препараты есть до сих пор. Поэтому, повторюсь, очень важно знать, что было инъецировано в ваше лицо, вашим специалистам. Но прошу всегда своих пациентов посмотреть, почитать, задать вопросы. Потому что если вопросов нет, понимание происходящего тоже не очень ярко выражено. К антитрендам отнесу шлифовки кровяной росы. О, да. Потому что на сегодняшний день есть достаточное количество более современных, щадящих процедур аппаратных, которые позволяют нам работать с качеством кожи. А знаете, как лечить гиперпигментацию поствоспалительную после шлифовки? Очевидно, сложно. Следующая шлифовка. Я вот хочу, чтобы мы углубились немножечко в тему гормонов. Гормоны именно красоты, которые непосредственно, прямым образом влияют на молодо-красиво 45+. Да, да, да. Статус меняется. И поэтому если у нас была возможность провести исследование своего гормонального фона в более молодом возрасте, мы более четко понимаем, что конкретно меняется. И в первую очередь это гормоны щитовидной железы. Это ТТГ, териотропный гормон, Т3, Т4. Именно их соотношение, да, ТТГ это отдельная величина соотношения, Т3, Т4 говорит нам о том, как себя чувствует щитовидная железа. Она немножко замедляется, и в таком случае действительно королева метаболизма будет оказывать влияние на все. Будет сложно уменьшить вес, кожный покров будет более медленно откликаться на какие-то косметологические процедуры. Конечно же надпочечники и кортизол. Но я не знаю ни одного абсолютно компенсированного человека по этому параметру. Конечно же это половые гормоны ФСГ, эстрадиол. ФСГ, фолликулостимулирующий гормон, если мне моя пациентка приносит около 15, значит это переменопауза. В первый год климакса минус 30% коллагена. Это исследование. Это кожа, это связки, это костная ткань. Именно поэтому врачи разделились на две группы и обсуждают кто за заместительную гормональную терапию, а кто против. А вы? А я за. Я на ней нахожусь 7 лет, мое здоровье таким образом себя повело и я для себя сделала такой выбор. Если мы говорим о заместительной гормональной терапии, здесь нет какого-то универсального решения. Оно не может быть принято самим пациентом. Доктор назначает в первую очередь генетический тест на онкологическую настороженность и на чувствительность рецепторов к самостоятельно гормонам. После этого на основании тех анализов, которые сдал пациент, уже можно выбирать какую-то терапию. Современная терапия больше связана с наружным применением эстрогенов, прогестерона, тестостерона. Да. Потому что проходя через печень таблетка, она точно также функцию детоксикации будет немножечко нагружать. Поэтому современные методы ЗГТ отличаются от того, что было буквально уже 10 лет назад. И назначать без анализов ни один уважающий себя гинеколог-эндокринолог себе не позволит. Я поняла вашу точку зрения на ЗГТ. А как ЗГТ влияет на именно антиэй, что мы с вами говорим, на молодо-красиво 45+, есть ли вот это влияние? Конечно, Яна. Молодо-красиво 45+, в первую очередь это как раз и есть ЗГТ. То есть восполнение такое гормональное, да? Потому что когда у нас уходят эстрогены, что характеризует как раз менопаузальный период, у нас страдает в первую очередь кожа, кости, связки. И есть даже специальные такие маркеры, так называемые маркеры уменьшения эстрогенов, дефицитарных состояний, которые по внешности нашего собеседника можно предположить, что находится в такой клинической ситуации. Например? И в первую очередь это морщины над верхней губой. Пигментация и вертикальные морщинки, так называемые кисетные морщинки в области верхней губы, они относятся к одним из маркеров. Сколько важного, друзья, мы сегодня узнали. И знаете, какой вопрос такой завершающий. С одной стороны, забота о том, чтобы выглядеть молодо, красиво, 45+, требует действительно и знаний, и вот этого не только прослушивания знаний, подключения, пропускания через себя для того, чтобы потом это могло как-то реализовываться в жизни. Это требует на самом деле бюджета, а значит расставления приоритетов разных. Почему может быть для женщины важно все-таки заниматься собой, стараться выглядеть молодо, красиво? Я согласна, что аудитория действительно делится на два лагеря, и я не вижу никакого дисбаланса, потому что социальные условия, которые окружают нас, с одной стороны требуют постоянно красивой картинки какой-то, а с другой стороны возраст предполагает некоторую долю мудрости действительно принятие отсутствия контроля, скажем, жесткого и принятия тех ситуаций, которые происходят в твоей жизни. Я предлагаю относиться к эстетической медицине без фанатизма. Я предлагаю воспринимать эту сферу медицины, эту медицинскую науку как медицинскую дисциплину. с другой стороны, если мы обратим внимание на психологический статус тех пациентов, которые предпочитают не пользоваться эстетической медициной современной, это очень люди целостные, это люди, которые обладают каким-то очень важным интересом для себя в жизни. Вы сейчас сказали, те, которые не прибегают. Не прибегают. Это люди, которые посвящают свою жизнь какой-то идее. Просто для каждого важно разное. мы все разные и все имеют право на свое существование, на свою жизнь, на свою философию. Можно я с вами вступлю в полемику? Внешность для женщины как для мужчины, реализация или комплекс победителя хоть в какой-то своей сфере. И, конечно, когда женщина взрослеет, и это принятие возраста, безусловно, но когда мне кажется, женщина отказывается в принятии возраста от заботы о своей внешности, а все-таки возраст предполагает, что тебе для того, чтобы хорошо выглядеть, нужно больше знать, чем раньше ты могла интересоваться только масками и декоративной косметикой, а после 45 лет твоя забота о внешности состоит из того, о чем мы сегодня с вами говорили. Если женщина отказывается от того, чтобы хорошо выглядеть, потому что она так понимает принятие возраста, она отказывается, мне кажется, как раз от какой-то части своей личности, она отказывается от этого своего внутреннего окситоцина сама, она не хочет совершать эти усилия, мне кажется, это как раз показывает больше ее психологический статус, чем что-то другое, это не про принятие возраста речь, а про какую-то может быть усталость, про то, что она не может, ей сложно пройти следующий этап, и она скорее его отрицает, я не буду принимать участие в этом диалоге со своим старением, я вообще не хочу, мне так проще. Ну, это просто рассуждение, я соглашусь с вами, что отказ от заботы о себе в принципе, да, это признак достаточно депрессивного состояния, что они есть хорошо ни для кого, ни в каком возрасте. поэтому, да, будем заниматься собой, будем заниматься собой, потому что мне кажется, что это, я часто употребляю это слово, это сценарий взросления, потому что, конечно, наше отражение в зеркале влияет на нас, очень влияет на нас. И мы влияем на наше отражение в зеркале. И мы можем тоже на него повлиять. Да, Яна, спасибо большое, что пригласили, мне очень приятно, лестно быть вашей гостью сегодня, потому что я обожаю ваш канал, я его целевая аудитория. Я смотрю ваши передачи, мне необыкновенно импонирует, нравится, как вы берете интервью, какие темы вы выбираете, очень приятно, тем более, что канал, в принципе, о женственности. Я сразу могу сказать, что я захочу вторую встречу. Мы сегодня поговорили только об анатомии старения, взросления. Очень хочется продолжить с вами разговор. Но вот видите, друзья, как времена идут, да, то есть раньше были, не знаю, секреты красоты Нефертити, а, не знаю, в моей молодости это были какие-то рецепты, которые мы друг другу передавали, рецепты каких-то масок, которые ты можешь делать сама и нанести на лицо. А сейчас тема антиэйдж, твоего хорошего состояния, твоего взросления, это прежде всего правильный доктор. Правильный доктор, с которым ты можешь воспользоваться всеми современными технологиями для того, чтобы взрослеть красиво и уверенно. Ну все, вот за этим оставляю вас. Все, пока, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин